Паспортная дубайская Утро, на часах 9, иду в практике с ребятами, у нас игра в 10, в 10.15, по-моему, или в 10.10, сейчас узнаем точно, с LGD, все уже явно проснулись, позавтракали, и должны быть на месте, пойдем посмотрим. А что, все уже ушли? Да, да. Все уже на рену пошли? Можно догнать, 10 минут на сцене должны быть. Можно догнать. Наши любимые, любимые игры нашей команды стартуют в 10 утра. Все, ну, очень бодры, свежи, веселые. Егор Григорен. Он, кстати, больше всех любит просыпаться рано утром с первыми петухами дубайскими. Ну, вот он сидит довольный, свеженький. Энергетик сейчас... Найдите энергетик? Нет, где эти трачу энергетик придет в бой. Да, 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 да. Короче, полны энергии, полны сил. Саня, ты во сколько проснулся? 7.30. Ну, Саня нормально, 7.30, Саня спортсмен. Для Саня это обычное дело. Как два пальца, так и как орешка. Матвей на лет 7 постарел за эту ночь. Тоже видно. Молодость придет попозже, но пока что он на лет 7 постарел. Матвей на лет 8 постарел. Парни, просто делаем вазу, не стрессуем. Три игра. Я вчера первый вазик противозора и слушаю, и там парни у меня в органе нет. КОГО ТОМОТОШКОЕ ПЦУЛА Продолжает драться. Хекс на Пангольера. Пангольер без маны. Подкопали Пангольера без Байбека. Банго. И Венга после Байбека снова в таверне. Широ без ресурсов. Молода пытается выйти. Это ЛГГ. Ну, должны, наверное, писать ЛГТ. Либо потеряют сейчас всю базу. Пробуют поиграть с мега-хипами. Такой возможности Бэтбум не дадут. Просто идут в трон. Ну и что ж, браво. На первой карте не одерживают победу. Ну, наконец-то. Наконец-то это было уверенно. Это было хладнокровно. Команда Бэтбум с момента преимущества не пошла. Ну, ладно, что я могу сказать, ребят. Побеждает Бэтбум Тим первую карту против LGD Gaming. И мы пойдем сейчас, посмотрим, что парни делают. Как у них там настроение по этому поводу. У этих тренделей мы знаем, как настроение. Только раздох. Шесть. 52, да? Даньку вроде шарт дали. Да, Даньку шарт дали. Да, Даньку шарт дали. Так, если что, я это перезаролял иногда. Виталий же купил себе инсту. Когда я в Омника зашел, у меня особо удар убил. Ты какой-то первый вообще пошел туда? Я думал, я бессмертный. Ты думал, что мы без шансов дебем, чтобы он тебя шотнул за горбку. Я так не думал, что у меня Омник за секунду. Ты с четыреста хп, блядь. Данёк, а ты всолить этого челла не можешь? Я могу даду, смотри, дай мне, ДК-2. Парни, если вы убьете, зайдем в ХГ. Кто просто пушит через ДК? Да, да. Вот помощь. Очень тяжело, ГПК, прыжок 1 по 3-4. И добивает ведь Широ, сейф получает в копилку фраг. По-моему, просто пуш взорвался. Без выкупа кэри, команда ЛЖД. А как даться? Так все, у китайской команды вообще нет шансов здесь, не имея кэри. Циклон падают казармы. ПВА-Даблью пытается как-то отспамливаться молниями. Казармы пали мега-крепы. И ЛЖД остается их нереально красивый трон с драконом. Бэтбум побеждает. Бэтбум побеждает 2-0. Это было очень уверенно. Парни просто в сторону, а не прайпали. Я ради тору пришел свистеть. Дай! Дай! Победили. Победили. Реально? Реально, а? Найс! Найс! Человек уже слеет. Набирается уверенность. Нажимается ножиком. Конечно. Это его. Большой живот, большая ответственность. Как у вас игра прошла? Все супер? У тебя по плану. В игры, естественно, я смотрел. Вот пик Праймала. Я лично, когда заходил в практисы, ну я же постоянно где-то с вами тусуюсь, я не могу вспомнить, когда видел тебя на Праймале. Ага. Вот, ну, насколько ты был confident в этом герое. Ну, и ты его заколил, или это какое-то было колено решение. Ну, не на Праймал, но ты на Панде. А, на Бримастере. Бримастер. Праймал я... На Бримастере? Да, просто напутал. Ну, мы тренировались с Бримастером, и поэтому... Были КВ у нас прям? Да, было, ну, пару игр. Ну, уже здесь, в смысле? И здесь было, да, и на буткемпе. Ага. Ну, на буткемпе, это понятно. И мы понимали, что я довольно сильно играю на этом герое. Я перед Винтом, когда был, ну, последний Инт, я сыграл на нем где-то 90 пабликов за месяц. Ну, то есть, очень много сыграл. То есть, я играл и на Фейке, и на Мэйне, там, очень много. Не, я знаю, что ты, как бы, ну, что ты игрок на нем. Да, вот так и взяли. И что ты, ну, типа, тренер. Да, поэтому взяли, и, ну, вот. И, ну, решили через ДК просто разыгрывать. Ну, пофлексили, нормально. Ты музыку слушал сегодня перед... Да, сегодня проснулся с Eye of the Tiger. Опа. С Survivor. Спасибо, Мэтью. Найс. Найс. Вот сейчас серьезный вопрос. Вот без шуток, можешь мне нормально ответить? Ты спал ночью? Вообще? Я не спал. Насколько ты спал? Насколько ты спал? А, 4,5. Из-за меня из-за малого я спал. Из-за малого я спал, только я пушил. Я от всей команды. Они сказали, что мы победили. Да. Поздравляю вас с наступающим Китайским Новым Годом. Когда Китайский Новый Год? Вчера был. Да? Мне кажется, это символично, что мы в Китайский Новый Год победили. Да. Ну, если он был вчера, то типа, вчера они могли победить, но сегодня уже не шарши. У них сегодня, наверное, похмель. А, кстати. Поэтому я отдал, чтобы быть легким. Из-за. Поэтому можно было даже не спать. Ну, да. Я не могу заснуть, как можно заснуть, когда я проиграл. У меня... Ну, реально тебе это сильно, да? Подкосило. Ну, типа, не было смысла участвовать в турнире, если я даже не дошел до мидера никакого. Я, по факту, регался на турнир только, чтобы против мидера сыграть. А у меня фрислетка против саппортов, и я проигрываю саппортов. А с кем больше всего хотел сыграть? Весь мидера? Да, с нормальными счетами. Типа, там, Данька, Ниша, Квейна. Не, ну, с Даньком не счет, потому что все-таки больше, типа, с ним поигрываете. Квейн, Ниша. Вот я мог на экстрема попасть, если бы выиграл бурс. Ну, короче. Поэтому, ну, не было смысла сыграть, я против саппоров играю. Накидайте Ветелю сердечек. Пальцы вверх, да, чтобы он не расстраивался. Все мы знаем, что он отличный мидер. Хороший парень. Да, я тренирую мидер, чтобы тренировать саппортов. В чем я бы включил трек «Unvoke» с «Where to God»? Это, типа, сейчас мой фаворит. Один вопрос. У меня есть слушок, что вы сегодня играли ради Дора. Да. Нам Дора вчера пожелала удачи, мы решили, что нужно выиграть 2-0 и идти на встречу с ней. Ребята, поздравляю вас. Спасибо. Ребята, ну что, это Артем Love The Law, это Егор Nightfall. Сегодня мы выиграли LGD 2-0, а сейчас мы, собственно, катаемся на яхте. И не сказать, что прям празднуем, потому что работы еще надо провести много. Впереди игры, мы просто расслабляемся вечером и вот катаемся с Егором. Ну, тебе нравится вообще здесь, Егор? Ну, на яхте кататься прикольно? Ну, вид есть, честно, бомбезный. Когда ты катался на яхте в последний раз? И катался ли? Я никогда не катался на яхте. Это для меня первый опыт. Вот так вот. Сейчас я думаю о том, как не упасть. Не упасть в глазах зрителей. Ну, я пропустил пейнтбол с ребятами, чтобы посидеть, поиграть в паблик и потренироваться на старке. Реально? Да. И я так купил. Это респект. Друзья, всем здорово. Ум. Очередной день на Бэтбум Дачи. Сегодня у нас ответственная игра с гладиаторами за топ-3 турнира. Мы сейчас с ребятами пойдем пообедаем и двинем на арену показывать нашу доту. Сейчас поджиг. Доброе утро. Я вчера купил сколько? 6 пар носок? Ну, ты красавец. Сколько потратил? На носки? Да. 270 дирхам. Ну, я купил по итогу 9 пар. Я шведовлю еще подарил. Это очень дорого, мне не нравится. Вообще, это дорого, да? Тут пиздец как дорого. Не, ну это потому что в Найке, там, типа, можно было в Эдчике, но, типа, у меня времени не было лазить, я бы в Эдчике пошел и купил. Ну, это не наш уровень. Что? А, что там это не наш уровень. А какой наш уровень? Нам нужна и Балентияга. Ну, ладно. Ты десятку выиграл, вот, поедь, купи себе носок. Я поеду купи себе носок. Балентияга. Я проиграл два паблика. А сколько всего сыграл? Да? Да. Ну и как настроение после двух поражений? Не очень, но я сделал все, что я мог. Выводы сделаны? Не думаю, что я из-за меня проиграл. 1х9? Да. Как обычно, да? Это он не так обид. Ну, а на ком играл? Первый на Магнусе, второй на Батрайде. Магнус 5? Трой 3. А, на тройке. Почему на Магнусе можно и засвалить, как будто? Ну, Данёк гей, пока взял. А, он про тебя играл? Тогда он. Ну, у нас не было ничего. Это вот эта катка смартфон? Да. А, ну, он мне показывал, что у него там демидж вообще какой-то нереальный. Какое настроение, Данёк? У меня хорошее настроение, я выспался. Сущу музыку приятно. Какое? Молодой крит, самый рад, как называется. Здорово. Классно, вообще. У тебя сколько на завтраке был сегодня? Я в 9.40 и был на завтрак. Нормально, как я. Я проснулся в 9, сделал зарядочку. Ага. Полежал антиток, посмотрел, было в 15 и потом. Ты, кстати, в заливе хоть раз закупался? Нет. Почему? У меня времени. Дышит. У меня титок, я буду писать 5 часов, я не могу здесь. Тогда, да. В заливе купаться. Справедливо. Да, смотри. Вот есть, знаешь, типа, как чуйка, на каком герое сыграл бы сегодня против плавиатра? Ну, вот как желание слышать, чуйка, это еще заранее. Штормин, а в Украине пак я поспал. Больше нет, у меня, к сожалению. Что мы в Штормин Уокер пак? Так вот, кстати, выглядит. Вы поле не со спины? Говори. Вы сегодня посад? Без. Я тоже. Да. На опте? Найс. 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 У нас что? Пюрешечка, мясо, хлебушек, фруктики. Фруктики. Сналка, и смолец. Так, у Матвея у нас рисок. Говядина, брокколи, чикен, чикен инсайд. Это спринг ролл. Чикен спринг ролл. Его рассказал, что он устал от одной и той же еды. Что, что там, яйца, мясо, спринг роллы и грибы. Выглядит бы науставшим от одной и той же еды. Ладно. Так, вот на эту релку у меня тут, а? Я с теми, а вот у меня силы отправляются жить. Молодец. Все. У меня тут мясо, рис, брокколи, цветная капуста, помидор свежий, кредров, немножко курики. Здесь у нас сидит кто? Наверное, лука. С помидорами. И далее, что, рис, курица, немного салата Цезер. Мороженое, правда, взял? Твое? Наш. Я не прыгал. Я не прыгал. Падло было второй раз идти? Я не прыгал. Не прыгал. Несанька. Понятно, товарищ риск, мясо. Рис, много мяса, немного помидоров и хлеба тут. И самое вкусное. Это заплатит. Это Анатолий. Рис, морковь и огурец. Морковка. Насхитительно. Всем приятного аппетита, господа. У кого трогаешь головой? У меня. Не было такого мальчика, до которого я приходил и думал, что он будет простой. Тем более, сейчас уже плей-офф и там уже все играют серьезно. Очевидно, ты всегда просто готовишься к тому, что будет играть тяжелый и будет нелегко. Тем более, в такой стадии уже сильные команды. Можем, парень, бить в боте, бить в боте. И бить, свена нет, свена нет. Да, наша драка, наша драка. ДП, ДП, ребята, ДП. У меня едет, ребята, я всех возьму. Смотри, ДП, ДП, ДП. ДП, ДП. Я всех возьму, я всех возьму. Пошел. Пытаются заберти ДП. Сейв. Ждет. Так, прыжок. Ой, какой шикарный прыжок. Все мины ставятся. Свап. Ну просто мины взрываются. Посмотрите, по четырем героям команды Гладиаторс просто разваливаются. У нас ГГЭС в таверну. Также и ЗМИ катает пола по троим героям. Просто залетает ТОФУ тоже в таверну. Минус пять никого не теряет команда Бэтбум. У меня немного посаженный голос, поэтому все каплики в данном ролике будет говорить Лука. Поэтому говорю я. Всем привет, ребята. Закончилась первая карта. Закончилась достаточно уверенно. Выиграли... Профессионал меня учит. Выиграли первую карту за 27 минут. Ребята сыграли очень хорошо. И даже, я бы сказал, неожиданно хорошо. У Даззла нету байбэка. Это самый идеальный таргет в итоге напали на Торонто Токио. Но Торонто Токио-то имеет у нас. Айон Диск. Торонто Токио имеет Айон Диск. Торонто Токио. Так, пошел Слип. Ой-ой-ой. Найт Фолл. Выбил БКБ у Квин. Надо ставить яйцо. Торонто. Пошло яйцо. Убивают у нас быстренько. Или не убивают ТОФУ? Да, ТОФУ убивает ТОФУ с байбэком. ТОФУ моментально покупается. Будет еще одно яйцо, если что. Дурачье. Ульты нету. Ну, точнее. Ой, какой стан от Сейва. Просто невероятно. Сейв. Бьют яйцо. Гладиатор всей команды. Пытаются его разбить. И получается у них это разбить. Но Дурачье умирает без ББК. Дурачье просто отправляется в таверну. Найт Фолл нажимает репряжку. У него есть второй БКБ. Убивает Айс. Айс тоже без ББК. Очередной Слип на Снэдфол. Он по каждому кору попал. Но сейчас Квин подставится. У него кончается нейтралка. Квин тоже будет умирать. Слип держит до конца. Отличный хекс от Сейва. Здесь же Селери пытается уйти. Селери тоже нужно убить. Пытается сделать тэп-аут на Селери. Моментально нажимается хекс. Четверых убивает. У нас Мьер в этой игре нету двух байбеках на коров. Команды Гладиаторс. Какая потрясающая игра от Виталия Мельника. Боже ты мой. На этом турнире этот человек превзошел своего отца. Сергея Пантелеича Мавру... Хе-хе-хе. Великая память великому человеку. Великому уму. Гению. 50 тысяч IQ. Единственный человек, который имел IQ выше, чем у Эйнштейна. Насколько сейв... Гений. Боже. Он купил мышку за 400 рублей. Ну что творит он в микро? Он доказательство абсолютно всем, что... Все ваши тачки, срачки, тёлки, экскортницы, дорогие рестораны. Это ничего вам не даёт. Ваши мышки за 40 тысяч рублей, как у Никса. Нихуя вам не даёт. Хе-хе-хе-хе. Нахуй быстрее! Вот этот человек. Вот этот человек. Сделал с ним вот это. Насильно. Просто, блядь, неделю мне угрожал. Писал в чат, что он придёт и поблеет меня. Вчера пришёл, этот день настал. Но классно же получилось. Получилось так. Мы выиграли 2-0. Ребята классно сыграли, победили. Вот мы в первый раз в плей-оффе гладиаторов. Как бы всё отлично. Будем смотреть, как улучшить ещё нашу игру. Для того, чтобы результаты были лучше и побеждали мы дальше. Кого бы ты отметил из ребят на первой или второй карте? Не, сегодня парни классные вообще все сыграли. Егор у второй на наге тоже очень круто сыграл. Как бы там, поэтому, Егор молодец. А с кем бы ты хотел сыграть в финале игроков? Да, вообще не важно. Ну, то есть, вообще не важно. Я просто хочется показать качественную игру, прийти и сыграть доту. Показать, что мы умеем. Это самое важное. Показать, что мы умеем.